Не работать сверхурочно и в ночное время теперь могут одинокие и многодетные родители. С сегодняшнего дня привлечь их к такой работе можно лишь по письменному согласию. Распространяется закон также на праздничные и выходные дни, и на командировки. Под защиту попадают три категории родителей. В первую очередь это матери и отцы, которые в одиночку воспитывают детей до 14 лет. Еще воспользоваться нововведением могут родители детей до 17 лет. Если один из них трудится вахтовым методом. А также многодетные работники с тремя и более несовершеннолетними детьми. Но при условии, что младшему ребенку нет 14. Еще одним нововведением декабря стал бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Даже при нулевом или отрицательном балансе. В этот список вошли сайты государственных и местных органов самоуправления, портал государственных услуг, а также некоторые социальные сети и сервисы Яндекса. Всего в списке бесплатных интернет-ресурсов на данный момент 371 сайт. Бесплатный доступ к этим страницам особенно важен в условиях пандемии коронавируса, чтобы поддержать социально незащищенные группы населения. А мы решили узнать у березняковцев, что они думают об этом новшестве. Ну да, полезно. Думаю, что буду пользоваться. Наверное, буду, да. А почему? Потому что бесплатно и приятно. Еще одно полезное нововведение – защита от интернет-мошенников. С 1 декабря Центробанк получил право на внесудебную блокировку мошеннических сайтов. Такие страницы крайне опасны для пользователей интернета, поэтому власти и создали систему быстрого реагирования. Отныне запрещается публиковать информацию, которая заведомо может привести к финансовым потерям граждан. В частности, нельзя рекламировать финансовые пирамиды, запрашивать под видом официальных организаций сведения, которые открывают доступ к личным счетам человека. Такой контент должен быть удален или ресурсы будут закрыты. Обзор важных изменений декабря для вас подготовили Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.